Григорий Явлинский, скорее всего, не сможет баллотироваться в президенты России на мартовских выборах. Сегодня Центр сберком объявил, что подписные листы в поддержку основателя партии Яблоко не прошли проверку. Забраковано более четверти всех бюллетеней. То есть, считает в ЦИКе, нет оснований, чтобы зарегистрировать Явлинского кандидатом на пост главы государства. Окончательное решение комиссии еще только предстоит принять, ведь установленная законом процедура. Но в комментариях, порой довольно резких, уже нет недостатка. В том числе от тех, кто сам участвует в предвыборной гонке. Репортаж Антона Верницкого. Как и планировал, Центр сберком завершил проверку подлинности подписей в поддержку Григория Явлинского ближе к вечеру. По словам секретаря ЦИК Николая Конкина, результаты проверки для Явлинского неутешительны. Недействительных подписей гораздо больше пяти разрешенных по закону процентов. Проверено 600 тысяч подписей кандидата Явлинского. Из них недействительными и недостоверными группа признала 153 938 подписей, что составляет 25,66%. Рабочая группа будет предлагать Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принять решение об отказе в регистрации по указанным выше основаниям. Теперь по закону Григорий Явлинский может в течение двух суток представить в комиссию свои возражения. Но, как утверждают в Центр сберкоме, вопреки заявлениям представителей партии «Яблоко», нарушения в подписных листах не были единичными. Их, по словам Конкина, обнаруживали в папках из разных регионов. Там подписи, ну, они не изготовлены, они сняты путем ксерокса с других подписей. Фамилии, имена, отчества избирателей одни и те же. Одни и те же. Абсолютно одни и те же. Еще в одном подписном листе эти же лица. Один в один. Сотрудники Центра сберкома показали, как легко отличается настоящий подписной лист от цветной, пусть и качественной ксерокопии. При увеличении специальной аппаратуры на ксерокопии хорошо видны желтые точки. Больше всего недостоверных подписей оказалось в папках из Волгоградской, Мурманской, Вологодской области и из Хабаровского края. Здесь, к тому же, проверка выявила и множество мертвых душ. По Хабаровскому краю и по Мурманской области из 244 отобранных подписей, ни по одной подписи, ни по одной, не пришло подтверждение, а пять человек, согласно учету Федеральной миграционной службы, умерли. Комментарии представителей Григория Явлинского сводились сегодня к обвинениям Центра сберкома в политической ангажированности и словам о несовершенстве закона о выборах. У нас абсолютно репрессивный закон и дискриминационный закон по поводу сбора подписей. Он нужен для того, чтобы отсекать неугодных кандидатов. Этот закон предполагает, что всегда возможны какие-то нарушения. Собрать два миллиона подписей при таких бюрократических требованиях закона невозможно, не допустив каких-то там нарушений.